Мария Карташова и Светлана Похова занимаются кружевом более 20 лет, уделяя каждую свободную минуту этому ремеслу. Для них это не только приятный досуг, но и медитация. Между собой они частенько вспоминают знаменитую фразу Коко Шанель о том, что кружево – самая прекрасная имитация фантазии природы. Изделие балахнинских мастериц дарит такую же эстетическую ценность, как и сто лет назад. Вы знаете, даже мелкое кружево, мы буквально сегодня с Светланой Валерьиной рассматривали, очень маленькие элементы кружев, которые предназначались для того, чтобы их вшить, например, в наволочку или еще во что-то такое бытовое. Но они выполнены с такой чистотой, с таким профессионализмом, что не любить их нельзя. То есть мы буквально умиляемся каждой этой штучке, готовы на самое видное место ее повесить. Одни из любимых работ Марии – французское пальто «Труакор» с рукавами три четверти и накидка. В эту работу она вложила не только свое мастерство, но и огромное количество времени. Прежде чем приступить к делу, кружевница должна нарисовать макет, который потом используется как трафарет к плетению. Я рисовала, конечно, я ее долго, я все-таки не профессиональный мастер. И плела я ее год-четыре месяца. Она состоит из трех частей. Вот, выплетала я это пальто два с половиной года. То есть работа шла очень медленно. Выплетены обе были работы из натуральных шелковых ниток. Платки, косынки, шарфы, платья – в семьях такие кружевные изделия переходят из поколения в поколение. Ну а здесь они как музейный экспонат. А вот чтобы плетение было плотным, нитки нужно подтягивать. Коклюшки, козла, нитки и иголки – это необходимый инвентарь кудесниц. Однако время выполнения зависит от умелости и количества тех самых коклюшек. А сейчас мы можем держать, ну три-четыре пары свободно можем руки держать и переплетать их. То есть мы переплетем, это для нас уже как мелодия просто звучит, нам это приятно. И даже хорошо, что их несколько пар в руках. В нашей работе самое главное – вдохновение, наверное. То есть если вдохновение есть, плестись будет легко и с удовольствием, что ли. Поскольку нашу работу мы выплетаем не один день, не одну неделю, а иногда годами. Поэтому это, в общем-то, нам доставляет удовольствие, когда мы увидим конечный результат. В Балахне своя техника плетения, многопарная с определенным набором сеток, рисунков и своих декоративных украшений. Богатые букеты цветов, балахнинская роза, листья различной формы, виноградные грозья и гранат. Из-под пера сотрудниц музея вышла не одна книга об этом красивом и древнем ремесле. В них собраны истории, фотографии и современные иллюстрации кружев. Также совсем недавно балахнинское кружево заинтересовало редакцию всемирно известного издательства «Вог», которые сделали статью, заострив внимание на том, что балахнинское кружево актуально во все времена. Возможно, это придаст новый виток популярности замысловатых и красивых балахнинских узоров. Дарья Кульбакина, София Иванова и Максим Веселов. Время новостей.